Добрый вечер! Вы смотрите YouTube-канал интернет-журнала 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня, именно в этот день, с нами выйдет на связь экономист Сергей Алексашинга, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Максим, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Спасибо, что нашли окно в своем плотном расписании. Надеюсь, что в ближайшие 45 минут у наших зрителей тоже будут вопросы. Пишите их в чате трансляции. Хочу начать с небольшой цитаты. Вот буквально накануне мои коллеги из телеканала Дождь выложили интервью с вашим коллегой Игорем Липсицем, и оно озаглавлено так. У России кончаются деньги. Ну, и дальше это про последствия войны, рост цен, техногенные катастрофы и прочее-прочее. Я его посмотрел, и, конечно, в беседе Игорь Липсиц раскрывает этот тезис, и там два направления. Первое – это деньги на продолжение войны, и деньги для того, чтобы инфляция не росла так быстро, но экономика чувствовала себя более-менее. Конечно, речь про российскую экономику. Хочу спросить у вас вначале общий вопрос. Согласны ли вы с этим тезисом, и вообще, как чувствует себя российская экономика накануне четвертого квартала двадцать четвертого года? Максим, хороший вопрос, что называется «не в бровь, в глаз». Скажите, вам нужны клики-лайки или вам нужна правда? Правда, конечно. Правда. Тогда я с этим выводом категорически не согласен. И выводом или тезисом, который сделал Игорь Липсиц, ну или который телеканал «Дождь» вынес в заголовок. Очень многим хочется, чтобы Россия, ну, если не проиграла войну, чтобы прекратила войну и ушла с территории Украины, чтобы закончилось это безумие, чтобы жизнь вернулась нормальное русло. И почему-то считается, что у России, у российского правительства, у Владимира Путина сложное проложение с деньгами, что у него денег не хватает на ведение войны. Вот. И мне кажется, что это такое категорическое заблуждение. Ну, начнем с того, что, вообще говоря, война для Путина является вещью экзистенциальной, и он ее готов продолжать, несмотря на отсутствие денег, наличие денег в бюджете. Большой дефицит, маленький дефицит. То есть, вот, война, войну и обед по расписанию. Ну, бюджет по расписанию. Вот. Поэтому, вообще, надежды на то, что война России, Россия остановит войну против Украины из-за того, что у России ухудшится экономическое положение, ну, это какой-то такой миф, который мы слышим на протяжении двух с половиной лет, который идет война. Но ничего близкого даже к этому нету. Да. То есть, мы видим, что Россия готова тратить на войну все больше и больше денег, что российские регионы один за другим поднимают ценники для того, чтобы привлечь рекрутов, которые пойдут убивать мирных людей или солдат из соседней страны. Вот. Поэтому, вот, мне этот тезис слышать странно. Я бы, на самом деле, предложил посмотреть на общие цифры российского бюджета, да, ну, для тех, кто хочет разобраться в них или понять, в чем неправда состоит. И сравнить 2023 год, первую половину 2023 года, и первую половину 2024 года, поскольку у нас есть данные и за тот, и за другой период. И мы видим, что, и мы видим, что в бюджет 2023 года первой половине министерства финансов использовала, ну, примерно 4 триллиона рублей, вот то, что в быту называется напечатанных, то есть, который напечатал центральный данк, выпустил новые деньги. Это либо Минфин использовал средства фонда национального благосостояния, да, либо Минфин использовал переоценку денег, которые были в фонде национального благосостояния. То есть, там лежало, условно говоря, 100 долларов. В начале года они стоили каждый по 70 рублей, к середине года они стали стоить по, там, 90 рублей, а потом в августе по 100. И вот Минфин, что называется, с каждого доллара эти 20 или 30 рублей отправил на расходы бюджета. Вот. А в этом году ничего похожего нет. В этом году дефицит бюджета Минфина, при том, что он выполняет план по расходам, что называется, как по часам, очень маленький, он вписывается в те проекты, ну, в проект свой закона, в те ограничения закона, и Минфин без труда его финансирует за счет заимствования на внутреннем рынке. Таким образом, разговор о том, что у российского бюджета нет денег, ну, на ведение войны, да, это точно совершенно неправда. Все военные расходы финансируются, более того, финансируются пока, да, все те гражданские программы, или, скажем так, невоенные программы, которые были зафиксированы в бюджете. То есть мы не слышим разговоров о секвестре бюджета, о том, что бюджет должен тратить меньше денег, что вам не достанется денег потому что, и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, что разговор о том, что у бюджета нет денег, и что Минфин прекратит финансировать Министерство обороны, а что без денег Министерство обороны встанет и, как Пригожин, пойдет маршем на Москву, скажет, были мы солдаты, а теперь дохаты. Ну, вот, мне кажется, что это такие, знаете, сильные выдумки, которые вообще никак не соответствуют действительности. Но, на самом деле, когда вы пересказали тезисы Игоря Липсица, то в них есть внутренний, как бы сказать, внутренний конфликт. Потому что, вот, когда мы говорим о том, что есть ли или нет денег, это непонятно, да, чтобы остановить инфляцию, то инфляция как раз разгоняется за счет вот этих самых военных денег. Ну, очень грубо, чтобы мы понимали, да, значительная часть, там, порядка трех триллионов рублей российского бюджета, это, ну, каждый девятый рубль, наверное, расходов российского бюджета, он отправляется на производство вооружений, которые тут же едут на фронт, запускаются, стреляются, едут, уничтожаются, и все тело исчезает. А деньги, вот эти триллионы рублей, они выплачены. Они выплачены тем, кто работает на танковых заводах, на авиационных заводах, те, кто производит ракеты, снаряды, не знаю, автоматы, пулеметы, пушки, сапоги или биберцы, что там нужно производить, да. Вот, собственно, деньги выплачены, а товаров нет, они уничтожены, материальные ценности уничтожены. И вот эти вот деньги, которые платит государство, они как раз и разгоняют инфляцию. Поэтому, если у государства не будет денег на финансирование расходов военных, или государство решит, что, знаете, может, хватит финансировать военные расходы, то, собственно говоря, инфляция не будет разгоняться. Поэтому, как это, либо крестик наденьте, либо трусы снимите, да, ну вот, нет, что там, крестик снимите, трусы наденьте, да, как это называется. Вот, ну или как хотите, в любой комбинации, на самом деле. Вот, поэтому я считаю, что, вот, как сказать, ставя себя на место Путина, я понимаю, что никаких серьезных проблем в экономике на сегодня не существует. Ну, по крайней мере, настолько серьезные, чтобы я начал задумываться о том, может, хватит, может, хватит продолжать войну, может, уже экономическая цена настолько велика, что пора все это дело останавливать. Нет, это не так. С точки зрения Путина, ну и вообще, если вы посмотрите на карту России, на экономическую географию, сравните, что где происходит, то, в принципе, ведь война, вот она только последние две недели вышла на территорию Российской Федерации. Ну, то, что называется в международно признанных границах 1991 года, когда вооруженные силы Украины начали операцию на территорию Курской области. До этого вся война шла на территорию Украины, потому что те пять областей Украины, которые Россия называет своими, ну, в мире это считается территорией Украины. И российская экономика с этими пятью областями, вообще говоря, никак не связана. Ну, она датирует эти области, тратит туда какие-то деньги, но никаких материальных ресурсов, никаких серьезных налоговых поступлений оттуда не приходит. Поэтому для России эта война, она экономику, вот если не считать, собственно, расходов на производство вооружения, уничтожение материальных ценностей, то, в принципе, российская экономика эту войну никак не ощущает. Вот поэтому цена, да, нужно тратить денег больше на войну, примерно там уже в два с лишним раза больше, чем на войне министерства обороны, в два с половиной раза больше, чем в девятнадцатом, двадцатом, двадцать первом годах. Но с деньгами, опять я повторю, да, в очередной раз, что с деньгами у Путина все в порядке. Я посмотрел, на самом деле, интервью с Игорем Липсицем, и несмотря на то, что заголовок кричащий, здесь я отчасти понимаю коллег с дождя, Игорь говорил в своем интервью о том, что у Путина еще очень много денег на то, чтобы вести войну несколько месяцев, а то и лет. Вопрос в следующем. Мы видели, что в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения бюджеты военные росли. Я хочу вас спросить не про то, каков этот бюджет сейчас, а про тренд. Он продолжает расти, объем этих денег, которые вкладываются в военную отрасль? Да, конечно. У нас еще нет данных, нет проектировок бюджета, публично озвученных на 2025 год. Но чтобы мы понимали, на вскидку, соответственно, какой-нибудь военный бюджет 2021 года, это 3 с небольшим триллионом рублей, 3,2-3,3 триллиона рублей. Военный бюджет 2023 года, это уже 7 триллионов рублей с хвостиком. А военный бюджет, бюджет министерства обороны, то, что называется статья бюджета национальная оборона, это не все, что идет на войну, и не все, что в бюджете министерства обороны идет в Украину. Нужно понимать, чисто строка бюджета под названием национальная оборона, он уже приближается к 12 триллионам рублей. То есть, если вот так смотреть, то за 2 года в 4 раза выросли военные расходы. Поэтому, да, конечно, они колоссально растут, но будет ли их дальнейший рост и насколько мощным он будет в 2025 году, мы увидим. По всей видимости, рост будет продолжаться, я не думаю, что такими же сильными темпами, потому что было принято решение о повышении зарплат тем, кто воюет денежно-удовольствием и наслужащим. С базового 200, 195 тысяч рублей подняли, сейчас уже ближе к 250 и, скорее всего, будут поднимать еще дальше. Подняты выплаты за подписание контракта с 200 до 400 тысяч рублей федеральных денег. Видимо, регионы будут просить денег, потому что не у всех из них есть деньги на выплаты, как региональные части контракта. Вот, если российская промышленность смогла что-то нарастить мощности по производству вооружений, значит, мы увидим увеличение расходов на закупку вооружений. Очевидно, что будут расти расходы, то, что называется, гробовые, да, там, выплаты 200, 200 или 300, семьям погибших или солдат раненых, которые потеряли трудоспособность. Соответственно, там и Минфин платит с задержкой, да, пока все документы соберут и пока документы собирают. И число убитых и раненых солдат растет. Поэтому, да, расходы будут, но насколько мощными, насколько быстрыми они будут, мы это увидим, ну, буквально через, там, 2-3 недели. Хочу как раз у вас спросить про выплаты тем, кто участвует в войне, гробовые и так далее. На небольшом примере объясню. Я долгое время прожил в Республике Коми, в Сыктывкаре, и как журналист часто ходил на заседания правительства и местного государственного совета. А моя любовь, это были заседания экономические, в том числе, где рассматривался бюджет. И я помню, что лет 10 назад бюджет Коми был, там, 50, 56, 60, ну, постепенно рос миллиардов рублей в год. Сейчас, когда я посмотрел, в Коми бюджет 116, он находится во второй группе регионов. Вообще, бюджет регионов, там, от 20 с небольшим, у самого маленького, небольшого региона, еврейской автономной области, ну, и дальше, там, до 100, больше 100, ну, и наверху крупные регионы или регионы, где добывают полезные ископаемые. Вопрос. Мы понимаем, что вот регионы должны эти деньги искать, чтобы платить, ну, раньше мы помним, там, 100, 200, 400, 600 тысяч, сейчас в миллионы, да, ушел этот счет за участие, за подписание контракта на участие в войне. Ну, и плюс ко всему другие выплаты, зарплаты, ну, и, как вы уже сказали, гробовые. Если я, ну, когда я вспоминаю бюджет республики Коми, я понимаю, что местные чиновники, они там порой плакали, потому что денег нет, им нужно было откуда-то урезать, часто попадала под удар социалка. И сейчас, насколько я понимаю, ну, у них ситуация не лучше. Это, скажем так, мягко. Так вот, скажите, вы понимаете, откуда регионы, и в том числе те регионы, откуда больше всего едут на участие в войне в Украине, будут брать эти деньги? Действительно ли они будут ждать каких-то, не знаю, субвенций, трансферов из федерального бюджета? Максим, ну, смотрите, давайте начнем с того, что вот к тому, что бюджет Коми увеличился, там, с 50-60 миллиардов до 116 миллиардов, ну, нужно относиться спокойно, потому что за эти, там, 10 с небольшим лет была инфляция, и я думаю, что процентов 70 этого роста объясняется тем, что просто выросл масштаб цен. Поэтому, если вы уберете инфляцию, то это будет, там, не 110, а в том масштабе цен, ну, предположим, 70 или 75 миллиардов рублей. Ну, то есть, тоже рост есть, но он не такой сильный, такой существенный. Я думаю, региональные бюджеты, а не местные бюджеты, да, они, их основным источником является подоходный налог, и здесь, ну, как говорится, кому война, кому мать родна, потому что повышение зарплат, или, скажем так, забор забирания, не знаю, там, забритие лбов в армию, бегство россиян за границу привело к тому, что дефицит рабочей силы в стране, об этом уже все говорят, и, соответственно, ведет к резкому росту заработных плат. И вот все регионы, то есть, каждый по-своему, да, как говорится, каждая счастливая семья счастлива по-своему, да, то есть, у кого-то, там, зарплаты базовые 40 тысяч рублей в месяц, а у кого-то, как у Москвы, не знаю, там, 150 тысяч рублей в месяц средняя зарплата. Но, тем не менее, они растут во все зарплаты, растут во всех регионах, и, соответственно, регионы получают больше подоходного налога, да, и в этом отношении, в этом отношении, конечно, вот это и является тем, что их сегодня спасает. Следующее замечание. Основная масса расходов, связанных с выплатами военнослужащим, точно все, там, выплаты 200-м и 300-м, это федеральные деньги. На сегодня практически все регионы, все, что они обязаны, опять, не по закону, а по понятиям, да, то есть, в законе нигде не написано, что регионы обязаны платить рекрутам деньги за подписание контракта. Но как-то считается, что все должны, да, вот им так, видимо, из Кремля сказали, что медленно идут к вам на военкоматы, платите, платите, чтобы шли. И платят, кто-то платит из бюджета, кто-то, если есть на территории региона крупные компании, давят на них, там, заставляют их выделять деньги для того, чтобы платить рекрутам, да, но все-таки основная масса денег, которые платятся военнослужащим, платятся семьям военнослужащих, если речь идет о двухсотых, то это деньги федерального бюджета и регионы здесь их не платят. Ну и последнее, вот вы абсолютно правильно сказали, что и, там, 10-15 лет назад регионы плакались, что у них не хватает денег на социалку, но просто сейчас я бы посмотрел на губернатора, который пришел бы к Путину и начал плакать, что Владимир Владимирович у меня не хватает денег на социалку, да, но в условиях войны плакать как-то вот, ну, наверное, было бы неправильно с его точки зрения, и они очень хорошо понимают, поэтому военные расходы, расходы за подписание контракта, какие-то не очень большие в регионах выплаты семьям погибших или семьям раненых, они будут осуществляться за счет сокращения расходов на все остальные нужды, да, ведь в конце концов, ну, я плохо верю в то, что жители республики Коми встанут, да, и начнут протестовать, что строительство детского садика, школы, поликлиники или новой дороги или моста с этого года перенеслось на следующий год, правда, ну, как-то вот не принято в России из-за этого бастовать, бунтовать или, там, идти с виллами на дом правительства, поэтому будут терпеть, регионы будут потихонечку ездить в Москву, в Министерство финансов, конечно, будут выбивать деньги, какие-то выплаты, какие-то деньги будут, знаете, у Минифина же, если я помню правильно, сейчас существует где-то порядка, там, под 100, если не больше, каналов выплат регионам, да, то есть у нас в России, там, 85 регионов и примерно 100, ну, давайте грубо считать, 100 строчек, по которым регион может получить те или иные деньги просто как вот деньги федерального бюджета, ну, а плюс ко всему, можно дать деньги какому-нибудь российскому Росавтодору, да, чтобы он построил дорогу, или можно дать еще какую-нибудь, там, российским железным дорогам, да, чтобы они на территории того или иного региона что-то построили, то есть у российского Минфина есть огромное количество инструментов для того, чтобы, ну, вот если региону действительно плохо, да, чтобы туда подкинуть деньжат, А то, что в российском Минфине знают положение дел в регионах, финансовое, точно совершенно не хуже, чем губернатор или его министр финансов, но еще в 2012 году в то время уже ушедший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что федеральный Минфин контролирует 96% расходов региональных бюджетов. То есть вот внутри 96% расходов региональных бюджетов регион не имеет права копейку потратить без визы, закорючки, согласования федерального Минфина. Поэтому да, конечно, было бы смешно, когда на войну тратятся огромные деньги и в принципе это деньги налогоплательщиков. То есть все граждане, особенно в регионах, это хорошо понятно, что там точно это выплаты идут за счет подоходного налога, но в России вот это чувство, ощущение налогоплательщика, называется нет налогов без представительства, лозунг американская революция, но в России как-то это опять не принято говорить, что я плачу налоги и вы передо мной отчитаетесь. Кто ты такой, чтобы мы перед тобой отчитывались? Правительство перед Государственной Думой не хочет отчитываться о том, куда оно тратит деньги, зачем оно перераспределяет. А уж перед простыми избирателями, перед простыми гражданами, ну точно совершенно не будет. А губернаторы тоже это хорошо понимают и понимают, что чем больше ты будешь шуметь, чем больше ты будешь кричать, тем меньше у тебя будет шансов получить деньги из Минфина. Правильно ли я понимаю эту, как вы сказали, понятийную логику, не экономическую, а именно понятийную, что расходы на войну в разрезе регионов, ну вот там выплаты разные и так далее, это сейчас фактически стало, наставило графа номер один, то есть ничего важнее нет. И вот собственно именно поэтому губернаторы крутятся здесь, там бизнес подключают в небюджетные расходы, но если так ситуация складывается, едут в Москву и обивают кабинеты. Да, конечно, обратите внимание на то заявление, которое сделал Путин, сколько это было там, недели 4-5 назад, когда он объявил о том, что федеральные выплаты за подписание контракта поднимаются с 200 до 400 тысяч рублей. И он сказал, и так же мы всем регионам, или там и губернаторам, не помню уж как фраза была, мы тоже рекомендуем поднять до 400 тысяч. Ну вот когда вам диктатор говорит, что он рекомендует вам поднять выплаты, ну как вы будете реагировать? Поставьте себя на место губернатора или главы республики. Так и есть. Хочу спросить у вас про разницу в регионах и разницу в того, как собственно сами люди ощущают себя на третий год войны. Мы понимаем, что есть регионы, в которых есть военное производство, туда вкладывается очень много денег, у людей зарплата выросла. Есть околовоенное производство, одежду шьют и так далее. Есть регионы, откуда очень много людей отправляются на войну, и их родственники, ну или сами люди получают какие-то деньги и живут, ну там, лучшую, наверное, жизнь за последние много лет. Потому что таких денег они не видели. Но есть регионы, в которых нет производства, и там ситуация ощущается несколько иначе. Перед эфиром говорила со своей подругой из одного из регионов как раз таких. Она, первое, что мне рассказывало, что она в шоке от того, что каждую неделю ценники в ее магазине переписываются. Ну это то, с чем мы начали, Максим. Это то, с чем мы начали наш сегодняшний разговор. Что если, там, не знаю, 20%, сколько, не 20%, 30% российского федерального бюджета тратится на то, чтобы произвести что-то и тут же уничтожить, а деньги за это выплачиваются, ну, конечно, это будет разгонять инфляция. Понимаете, единственное, вот, действительно, регионы чувствуют себя по-разному, и люди в разных регионах чувствуют себя по-разному. Но их всех объединяет одно. Они или не знают, или не хотят знать, или не хотят ничего говорить о войне. Да, ведь даже если вот сейчас посмотреть на комментарии, которые приходят от жителей Курска, то, что появилось в интернете в большом количестве, к нам война, неожиданно пришла война, там, две недели назад. То есть мы-то знаем, что война продолжается два с половиной года, а люди про войну узнали две недели назад, когда, там, на их дома стали, не знаю, падать бомбы, снаряды, да, или где-то рядом что-то взрываться, или кто-то начал стрелять. А до этого все было в порядке, до этого была мирная жизнь, спокойная жизнь. И мне кажется, что, вот, ну, когда вы живете в каком-то регионе или в каком-то крупном городе, то, что называется у нас моногород, да, вот моногорода, зависящие от одного единственного, там, заказчика, или от одного единственного предприятия, то, в принципе, вы очень хорошо знаете, там, конъюнктуру бизнеса вашего предприятия. Да, вот, там, цены на нефть пошли наверх, и, там, все нефтяные регионы купаются в деньгах, работникам, рабочим повышаются зарплаты, нефтяники радуются, цены в мире упали на нефть, и тут же начинается зажиматься, начинается увольнение, в бюджете не хватает денег. Или на ваше предприятие, не знаю, какого-нибудь, там, атомного машиностроения пришел заказ, потому что Росатом подписал строительство новой атомной электростанции в Турции или в Египте, и у вас, там, что называется, все рабочие, все, кто могут, бегут туда и начинают работать и повышать зарплаты. И, в принципе, вот это вот ощущение, что есть заказ, есть деньги, и жизнь налаживается, нет денег, и жизнь идет плохо, она, в общем, нормальная, да, и я думаю, что даже вот в тех регионах, с которых вы начали, да, где производится вооружение, в принципе, ну, как, глупо говорить, да, что рабочие, которые там работают, или их семьи, они не знают, чем занимаются их мужья, братья, матери, сестры и так далее. Конечно, знают, конечно, знают, что они производят вооружение, но вот переключить от того, что они знают, что предприятие получило больше заказов, они радуются этому, они радуются, что пришли новые заказы, что можно получить больше заказов, больше зарплаты. А то, что это все идет для убийства людей, для убийства мирных людей, они вот дальше, вот это и есть качество работы, там, крыльевской пропаганды, да, чтобы у людей никаких причинно-следственных связей в голове не формировалось. Вот, поэтому, ну, да, действительно живут по-разному, но я бы сказал так, да, что это нормально. Никогда, ну, никогда в России не было, и я думаю, что никогда не будет, да, чтобы все регионы, которые безумно отличаются друг от друга, и, там, географическим положением, и климатом, и наличием, или отсутствием тех или иных, там, железных автомобильных дорог, крупных аэропортов, месторождений полезных ископаемых, крупных городов, они все отличаются какими-то, вот, кучей параметров, и никогда не бывает так, чтобы у всех одинаково жизнь была, вот, одинаково улучшалась или одинаково ухудшалась. Это волнами, и, конечно, каким-то регионам в отдельные годы становится лучше, каким-то регионам в отдельные годы становится худше, каким-то регионам, ну, опять тем же самым нефтяникам, им почти всегда хорошо, но если, там, не считать, как он, там, 98-го, когда цены на нефть упали, 2008-го, когда цены на нефть упали, 2014-го с 15-го, ну, и 2020-го, ну, там, за 30 лет, ну, было бы, там, 5-6-7 неудачных лет, ну, остальные, там, 15 лет были такими хорошими, с большими деньгами. Вот, поэтому это нормально, здесь я бы не стал удивляться. А то, что инфляция, да, действительно, ценники переписываются, но опять, вы знаете, вот можно говорить, ну, опять, видно, да, то есть я не хочу, как бы, скрывать или говорить, что там все нормально, наоборот, я считаю, как раз, что война, военные расходы, они разгоняют инфляцию со страшной силой, и у меня есть интуитивное ощущение, что Росстат не досчитывает инфляцию, потому что, когда начинаешь сравнивать вот те цифры, которые Росстат дает по инфляции, с теми показателями, там, не знаю, по розничному товарообороту, по доходам населения, по импорту продовольственных, там, или потребительских товаров, там, вот, не бьется. Там, вот, похоже, что все-таки уровень инфляции должен быть, там, ну, в официальных сводках чуть-чуть выше, или, там, сильно выше. Вот, но, в принципе, если мы говорим, посмотрим на опрос вообще российского населения, ну, буквально, наверное, с 95-го года, когда они более-менее стали устойчиво проводиться, инфляция для российского населения – это проблема номер один все время. То есть, редко-редко, когда в эти годы, там, она уходит на второе место. Но, как правило, это же то, что граждане видят, ну, что называется, каждый день, и действительно, там, ценники переписываются. Вот, ну, времени месяцев, когда в России инфляция была, ну, ниже хотя бы 3%, ну, это же вообще, там, не знаю, там, месяцев 6-7 в общей сложности. Да, вот, там, нынешние, там, 9%, 10% инфляция, но это действительно заметно. Это нельзя не заметить, нельзя не увидеть. И это бьет по карманам, потому что Росстат нам говорит, что зарплаты растут быстрее, чем инфляция, но у большинства людей это не так. Когда, то есть, да, есть, там, условно говоря, верхний слой по доходам или работники вот этих вот самых оборонных военных предприятий, у которых зарплаты растут быстрее, а у бюджетников, ну, вот Путин, Путин, Мишустин подписал очередное постановление, инфляция, там, 9%, да, официальная Росстата, а зарплата индексируется на 5%. Ну, и мы понимаем, что вот эта война, она финансируется за счет того, что все бюджетники, они начинают жить хуже, хуже, чем жили раньше. Пенсии профинансировались, там, проиндексировались на 7%. Опять все пенсионеры внесли свой вклад в то, чтобы финансировалась война. А люди, особенно те, кто живут, что называется, от получки до получки, от зарплаты до зарплаты, они очень хорошо чувствуют повышение цен. Для них это действительно фактор, который нельзя пройти, не может пройти незамеченным. Если у вас высокий уровень доходов, если вы можете откладывать, не знаю, какую-то значительную часть, там, большую часть своих доходов, сбережения, то, в принципе, у вас есть люфт, да, там выросли цены, ну, хорошо, вы на депозит положили чуть-чуть меньше, да. А если у вас, вот, что называется, расписана каждая копейка от зарплаты до зарплаты, то здесь, да, внимание на изменение цифр на ценниках, оно очень высокое. Еще пару вопросов про регионы. Я вот тут обратил внимание на то, что пропаганда взяла на флаг новости последних недель, ну, так сказать, август. Август на дворе, у нас пора урожая, и вот некоторые овощи, там, популярные, типа, там, лук, морковки, картошки и так далее, они чуть-чуть, но если не упали в цене, ну, то есть, стоят на плато, ну, и где-то в каких-то регионах чуть стали дешевле, потому что их много. И как это стала раскручивать российская пропаганда, и уж если мы говорим про регионы, регионы южные, там это, ну, на первом плане идет. Скажите, мы понимаем, что вот регионы, которые сейчас, в которых сейчас боевые действия, и Белгородская область, и Курская область, регионы Черноземья, они очень большую долю в агропромышленном секторе играли. Там много чего росло, там много туда денег вкладывали. У вас есть представление, общее представление того, каким образом события последних месяцев влияют на, собственно, агропромышленный комплекс из-за того, что происходит в Белгороде, в Курске и так далее? Максим, можно я там ваш вопрос на две части разобьем, да? Первое, это о том, что цены снижаются. Ну, вообще говоря о том, что в июле, в августе в конце июля, в августе и в начале сентября в России очень сильный фактор дефляции, снижения цен на плодо-овощную продукцию, на фрукты и овощи, это хорошо известно. И, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Это должно повторяться каждый год. Другое дело, что последние там сводки Росстата, которые он дает еженедельно, он говорит, что снижения цен нет. Да, там цены продолжают потихоньку-потихоньку, но расти. То есть, вот, общее ценовое давление военных расходов, оно продолжается. И поэтому, ну, пропаганда, которая говорит о том, что цены тормозятся или цены снижаются, ну, у него работа такая, да, затуманивать. Но чем сильнее цены будут тормозиться сейчас, или, да, то мы увидим, что где-то со второй половины сентября ускорение роста цен, ну, просто, что называется, сегодня, если ваша подруга говорит, что там каждую неделю переписываются ценники, то, там, в конце сентября, в начале октября она будет говорить, что уже два раза в неделю ценники переписываются. Да, и это, ну, опять, экономика, она такая штука, да, что есть, как законы природы. Если вы печатаете деньги, если вы даете деньги, и за это общество не получает никаких полезных товаров, за которые она готова заплатить, то это приводит к росту цен. И здесь законы экономики обмануть нельзя. Что касается второго вопроса, действительно, он очень хороший, и у меня здесь недавно была такая, как бы, частная дискуссия на эту тему. Опять, война в Россию пришла, вот, две недели назад, на территорию канонической территории России. И если вы посмотрите на Курскую область, то она в российском, ну, там живет миллион с небольшим человек, население России, там, 145 миллионов, то есть мы понимаем, да, что это, там, 0,6% населения России. Ну, и в экономике региона есть, там, два крупных предприятия, Курская атомная станция и Михайловский ГОК, да, железная руда. В принципе, регион аграрный, и это абсолютно правильно говорится. Он, вот, у него, как бы, две компоненты сельского хозяйства, которые, ну, там, специализация, наверное, региона, это производство сахарной свеклы, это, ну, в зависимости от урожая и от годов, это от 8 до 10% общего производства сахарной свеклы в России. И второе, это производство курятины. Вот, там где-то между 4,5 и 5% производства птицы в России. Я не поленился, провел такое статистическое упражнение, да, если взять Суджинский район и посчитать, ну, то есть, известна статистика, сколько там производится сахарная свекла, сколько там производится куриного мяса, и посчитать, что вот там, давайте посчитаем, что там вообще всего пропало, что там никакого, ну, ничего собрать не удастся. Соответственно, следующая серия районов, которая примыкает к Суджинскому, ну, давайте считать, что там пропадает 70% урожая. Да, и 70% урожая сахарной свеклы, ну, или 70% производства курятины. А следующий, второй, как бы, круг регионов, ну, там 9 регионов, в которых производится эвакуация, в общем, ну, примерно так и получается. И там половина, наполовину падает сельское производство сельскохозяйственной продукции. То в целом в масштабах страны, там российская экономика не досчитается одного процента производства сахарной свеклы и одного процента производства курятины. Ну, сказать, что это вообще ноль, да, что это незначимо, нет, конечно, это значимо. Но я бы сказал так, да, что это не настолько большой, ну, в сахарной свекле 1% это вообще там урожайность, да. У вас может быть год чуть более удачный, чуть менее удачный, и вот этот вот 1% по стране, это просто погодный фактор, он может давать гораздо большее отклонение, там, на 10-15% год к году. Или какое-нибудь там дурацкое решение минсельхоза, когда он там в 21-м году или 20-м году был очень хороший урожай сахарной свеклы, и минсельхоз разослал телеграмму о всем сократить сахарно-пассивные площади под сахарной свеклой. Регионы сократили, а в следующий год был не урожай, да. То есть вот дурацкое решение чиновника, оно может повлиять на сельское хозяйство гораздо сильнее, чем вот этот вот 1% потерянный. С точки зрения курятины, там, конечно, более стабильное производство, но 1% это какая-то такая сильная эпидемия, да, там, в 2-3 регионах России, когда поголовье птицы просто вымирает и погибает, да, заражается какой-то инфекцией, их нужно всех уничтожить. Ну, то есть есть влияние, но не нужно его переоценивать. И последний вопрос, наверное, вот такой прям непосредственно про регионы. Я родом из Воркуты. Там в начале 70-х годов построили водовод, то есть протянули трубу от реки до города. Река находится примерно в 20 километрах от города. Ну, это, в общем, по тундре сверху проложена огромная труба. И если в 70-е и начале 80-х этот проект воспринимали как инновационный, то сейчас бедные чиновники плачут уже, наверное, больше 10 лет, потому что в условиях вечной мерзлоты и Крайнего Севера эта труба лопается каждый год. И чуть ли не мэр приезжает на своей машине помогать сотрудникам разных коммунальных сетей дырки в этой трубе залатывать. Ремонт или строительство новое это какие-то триллионы рублей. Ну, нет, не триллионы, миллиарды рублей. И, естественно, ни в региональном бюджете этого нету, никакие проекты и предложения, которые городская власть представляет на разных площадках, они не находят только это. Денег сейчас на это нет. Я вспоминаю серию коммунальных аварий прошлой зимы в разных городах и, в первую очередь, в Сибири. Скажите, пожалуйста, вот прошло несколько месяцев, да, у нас больше полугода с этого момента прошло, есть ли какие-то признаки того, что в федеральном бюджете эту проблему, ну, приоритет ее, во всяком случае, подняли чуть выше, чем он был. Или там все, как бы, стоит на месте. Оставь надежду всяк сюда входящий, Максим. Никаких, ну, послушайте, война. Ну, война, о чем вы говорите? Какой водовод, какая труба, какие там коммунальные системы? О чем вы? Война на дворе. Точнее, не война на дворе, на нас враг напал. На нас враг напал, да. Мы защищаем нашу родину от жадных ручонок НАТО, которые хочут ее разграбить. Ну, нет. Вот, но если серьезно говорить, смотрите, эта проблема вообще износа коммунальных сетей, она хорошо известна. И во многих российских городах, ну, если вы поговорите со специалистами, то они вам скажут, что вот все эти трубы канализации или водопровода, они проржавели настолько, что там самой трубы уже нет, там остались только направления. Да, вот настолько все ржавое, что все, да, вот оно как бы в земле держится, но там металла, который выдерживает какое-то сильное давление, нет. Это правда. И много таких участков. Но есть и другая правда. Если вы тоже поговорите с людьми, которые работают в системе жилищно-коммунального хозяйства, то они вам откроют один маленький секрет, что аварийный ремонт стоит в 10 раз дороже, чем текущий. Ну, то есть вот если вы ездите вдоль, летом вдоль этой трубы водовода, который идет в Воркуту, ищете слабые места и их, там, что называется, латаете, закрываете, Кишкин-Кафтан, да, закрываете, то, условно говоря, вы получаете тысячу рублей за заплатку. А если это случается зимой, когда трубу рвет, вы получаете 10 тысяч рублей за заплатку. А работа, ну, примерно одна и та же. Скажите, пожалуйста, вот если вы, там, работаете в этом коммунальном хозяйстве, которое во многих городах по-прежнему остается городским, там, региональным, муниципальным, вы в чем заинтересованы? Чтобы получить тысячу рублей или 10 тысяч рублей? Ну, конечно, 10 тысяч. Ну, вот ответ на весь вопрос, понимаете? Это то же самое, это же экономические стимулы, потому что, когда это государственное, ну, в широком смысле слова, мы сейчас не будем делить, там, федеральное, региональное, местное, собственность, да, это когда это все вокруг народное, все вокруг мое, да, то есть вот, когда оно народное, нет хозяина, ему неинтересно. И интерес состоит не в том, чтобы эти сети работали, чтобы ремонтов было как можно меньше, чтобы ты экономил на расходах, а интерес состоит в том, чтобы тебе бюджет заплатил как можно больше. А для этого нужно дожидаться аварий. И это выгодно для коммунального, для коммунальщиков, вот в тех городах, в тех регионах, да, в тех населенных пунктах, где коммунальные сети остаются в руках муниципалитетов или местных органов власти. Спасибо за этот блок про регион. У нас остается несколько минут. Я хочу поговорить про, с одной стороны, большие-большие вещи, например, ставка Центробанка. Скажите, вот она, да, недавно Центробанк снова увеличил ее. Какие последствия уже сейчас мы можем ощутить, ну, в смысле, люди, да, люди могут на себе ощутить? Кредиты сложнее брать, бизнес сложнее развивать? Вот что мы сейчас уже видим? Все люди счастливы и несчастливы по-разному. Если у вас есть большие доходы, если вы можете формировать сбережения, то сегодня вы получаете по депозитам, по вкладам в банках, там и 17, и 18, и если вам сильно повезет, то и 20% годовых. Что на самом деле очень хорошо. Да, а если учесть, что там курс доллара держится стабильным пока, то, в принципе, это означает, что вы, если у вас там валютные, вы все свои сбережения считаете в валюте, то, в принципе, у вас получается доходность, там, не знаю, 16, 17, 18% в валюте, в долларах, ну, это более чем замечательно. И практически никакого риска, ну, потому что вклады в банках гарантируются государством, там 80% российской банковской системы, это государственная, ну, то есть там потерять деньги очень сложно, да, вы как-то должны очень сильно постараться найти банк, где вы можете потерять деньги. Вот, поэтому, если у вас есть деньги и есть сбережения, то для вас повышение ставки центрального банка, ну, это такой неплохой доход, да. Вот, другое дело, если вы живете, что называется, без сбережений, и вам нужно, ну, или без больших сбережений, и вам нужно получить квартир, ну, и кредит то ли на новый автомобиль, то ли на ремонт своего дома, то ли вам просто, что называется, у вас что-то случилось, там, не знаю, ребенок поехал учиться, нужно ему, что там, в другой город, нужно что-то купить, там, не знаю, не дай бог, не дай бог родился, там, ребенок в семье, да, дополнительные расходы, или свадьба какая-нибудь, ну, вот, короче, у вас есть дополнительные расходы, вам нужно пойти в банк и получить кредит, и вы за него платите дороже, да, то есть вы будете платить за кредит дороже, и, в общем, год назад ставка была, у нас сколько там, 8%, да, вот сейчас она уже 18%, и там, в сентябре, через, там, три недели центральный банк будет заседать, и с высокой степенью вероятности он продолжит повышать ставку. Вопрос, да, вы хотите что-то спросить? Не, не, я, как раз, мой вопрос в том, каким образом это влияет на обычных людей, у меня есть ощущение, что для человека, если он не собирается делать большую покупку, например, ипотеку, в ипотеку брать, квартиру, то для него, ну, там, плюс-минус, там, один, два, полтора процента, ну, никакой роли не играет, в смысле, время сейчас такое, что человек на это обращает меньше внимания, у него, как бы, другие проблемы, он готов взять кредит в банке, даже с чуть большим процентом. Максим, вы правы, вы правы, только не надо говорить, что на человека это совсем не влияет. Опять мы возвращаемся к началу нашего разговора, и то, что мы в середине говорили, про инфляцию. Ну, ни одно производственное предприятие, ну, практически ни одно производственное предприятие, там, сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг, транспорт, не может жить без кредита, да, то есть, как правило, там, кто-то постоянно берет кредит, особенно, какие-нибудь торговые сети, на то, чтобы запасы иметь, да, кто-то временно получает кредит, и, соответственно, вот проценты, компании, которые берут кредиты, они же тоже платят повышенные проценты. Они год назад платили 8%, сейчас они платят 18%, да, и вот эти проценты перекладываются в цену. Если вы посмотрите, там, сводку новостей за последний месяц, то вы увидите, что там начинают уже торговые сети плакать. Вот уже нам объявили, что хлеб подорожает. Почему? Потому что выросли зарплаты и выросли проценты по кредитам. Вот нам сказали, что молоко подорожает. Почему? Выросли зарплаты, выросли проценты по кредитам. Вот нам сказали, что сахар подорожает. Почему? Выросли зарплаты, выросли проценты по кредитам, да. То есть, опять, вот фраза, в экономике чудес не бывает. Если компании платят больше денег по полученным кредитам, то так или иначе все это дойдет до населения. И вот там ваша подруга, которая говорит, что каждую неделю переписываются ценники. Часть, какая-то часть, мы там не можем точно сказать, но какая-то часть вот этого повышения цен, она безусловно определяется тем, что предприятия, компании платят большую ставку по полученным кредитам. — На размер этой ставки Центрального банка влияет несколько факторов. Скажите, а какой из них, из этого набора факторов, может в первую очередь повлиять на то, что Центробанк в каком-то обозримом будущем подумает о том, чтобы эту ставку снизить? Зачем нам пристальнее смотреть? — За уровнем инфляции. Любое решение Центрального банка, ну если вот совсем просто, то Центральный банк принимает решение повысить ставку, понизить ставку или оставить ее неизменно, исходя из того, что происходит с инфляцией. — Да, и если мы видим, что сводки Росстата говорят о том, что инфляция растет, пусть и медленно, если мы видим отчеты, которые публикует Центральный банк, и там говорится, что инфляционное ожидание, то есть те ощущения, которые есть у населения, у бизнеса, у предприятий, что инфляция будет еще выше, называется инфляционное ожидание, то они тоже разгоняют инфляцию. — И если мы видим, что логика денежной политики, она как классический Центральный банк, мы сейчас не про Россию, а вообще в принципе, у вас разгоняется инфляция, вы повышаете процентную ставку, кредиты становятся дороже, и население и компании берут кредитов меньше, потому что у вас доходы не растут безгранично. — Вы начинаете ограничивать себя в потреблении, и экономика охлаждается, то есть спрос падает, и инфляция затормозится. — Вот в России это не так, потому что мы говорим, что деньги, вот основные деньги, которые разгоняют инфляцию, это военные расходы, и поэтому Центральный банк повышает ставку, не повышает ставку, это никак не влияет на военную политику или на бюджетную политику. — И поэтому может Центральный банк сделать, вот было 16, стало 18, ничего не изменилось, только еще сильнее, там предприятия взяли в июле больше кредитов, чем они брали в июне, вот ровно потому, что Центральный банк сказал, вы знаете, мы смотрим на ситуацию, нам кажется, что инфляция ускоряется. — Ага, — говорят финансовые директора, — ну если вы говорите, что инфляция ускоряется, то значит там в сентябре, когда вы соберетесь, вы снова ставку повысите. Поэтому если я сегодня могу взять кредит под 18, то в сентябре он у меня будет стоить 20. Возьму-ка я его сегодня. Ну такая логика. Поэтому если мы хотим понимать логику действий Центрального банка, то два параметра. Первое — это текущая инфляция, и второе — инфляционные ожидания, ну они раз в месяц, Центральный банк их публикует на своем сайте. — Последний вопрос у меня, он такой, для, может быть, гиков, которые смотрят нашу трансляцию. Очень долгое время Кремль делал вид, что не замечает рынка криптовалют, как будто его не существовало, никак на этот рынок не обращал внимания. И вот в начале августа Владимир Путин легализовал майнинг криптовалют в России. Что случилось? — Ну, от того, что Владимир Путин легализовал майнинг, ничего не изменилось, потому что майнингом люди занимались до и будут заниматься после. И проблема состоит в том, что российское правительство, в широком смысле слова, оно живет не по принципу «все, что не запрещено, разрешено», а живет по принципу «все, что не разрешено, оно или запрещено, или крайне сомнительно». Поскольку все криптовалюты, которые появились, и все вот это движение крипто, оно как-то пошло снизу от людей, и в Россию пришло из недружественных стран, то первая реакция чиновников, о чем будем делать? Появилось что-то новое, что мы не разрешали, оно без нас развивается. И, в принципе, опять не надо, наверное, скрывать, что какая-то часть криптовалют или криптоиндустрии работает на финансирование серой экономики, черной экономики, нелегальной экономики, оружия, проституция, наркотики и так далее. И, соответственно, в Америке принцип следующий. Так, это что у вас, наркотики? Так у нас есть специальная служба по борьбе с наркотиками. Вот пусть она борется с наркотиками, причем здесь криптовалюта. Ведь надо бороться с причиной, а не со следствием. Но в России есть ведомство, которое называется «Центральный банк», которое у нас получило полномочия по регулированию финансовых рынков. И вот «Центральный банк» считает, что единственный смысл криптовалюты – это финансовый инструмент, который очень рискованный, что правда. Потому что движение цены любой криптовалюты, если мы не считаем стейблкоинов, то, в принципе, он может что биткоин, что эфир, они могут очень быстро в любую сторону скакнуть и на 10%, и на 15%. И, соответственно, «Центральный банк», для этих мы все запретим. Давайте мы сделаем так, чтобы в России криптовалют не было. Это примерно как запретить в России северный ветер. Но это же зависит от природы. То есть, если у людей есть потребность, если люди уже выстроили огромную такую индустрию, которая не подвластна Путину, Мишустину и дальше по списку, ликвидировать эту индустрию невозможно. Она прибыльная, она доходная. Это как, не знаю, валютная торговля в Советском Союзе. Там была 88-я статья Уголовного кодекса. За торговлю валютой расстреливали, но все равно люди торговали валютой, долларами, понимая, что для каких-то жизненных ситуаций это было нужно. И, соответственно, майнинг – это такая штука для тех, кто не знает. Для тех, кто знает, мои объяснения будут такими достаточно примитивными. Для тех, кто не знает, это трансформация электричества в криптовалюту, которая стоит больших денег. И в отдельных регионах, особенно там, где электричество стало очень дешевым, действительно появились такие огромные компании, криптофермы, которые стали потреблять большое количество электроэнергии. И, соответственно, в регионах изменился энергобаланс. И тут у Минфина интересы разные. Центрального банка хочется все запретить, чтобы на финансовом рынке было все спокойно. Потому что, если вдруг будет какой-то коллапс, там сейчас все разрекламируют, население объяснят, что криптовалюта – это классно, все бросятся покупать, потом рынок рухнет, и вот эти вот самые обманутые вкладчики побегут в Центральный банк и скажут, а ты куда смотрел? Вот и Центральный банк говорит, давайте мы все нафиг запретим, чтобы этого не было. А у Минфина логика другая. Стоп, говорит, это же бизнес, если мы его легализуем, если мы ему разрешим, то, значит, по следующим шагам мы их всех заставим зарегистрироваться, получить лицензии и платить налоги. Ну и вот это вот, соответственно, я так понимаю, что все-таки вот эта борьба жадного Минфина и осторожного Центрального банка в условиях войны привела к тому, что позиция Минфина возобладала. Более того, почему-то там российские чиновники считают, что через криптоинструменты им удастся обходить вот эти вот проблемы в платежах. Да, вот удастся обходить западные санкции и наладить систему расчетов за, ну, в первую очередь за импорт, который нужен России, или за импорт, который нужен вот таким специализированным оборонным предприятиям. Вот, а, собственно говоря, для того, чтобы предприятия могли платить, компании могли платить, банки могли делать переводы в криптовалютах, это все нужно легализовать. Вот, поэтому, как бы, говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло бы. Вот, если бы не было войны, я думаю, что в России крипторынок, он так бы и не стал легальным. То есть не означает, что с ним там что-то было бы, да, он жил же без этого закона о майнинге, и ничего, жил нормально, да, вот, собственно говоря, и дальше мог бы жить без путинской подписи. Вот, но теперь это все делается для того, чтобы можно было попытаться проводить расчеты за внешнюю торговлю в криптовалютах. Сергей Владимирович, 50 минут с вами говорили, время вас отпускать. Спасибо вам огромное, что были с нами в это время. Всего хорошего, доброго дня вам. Спасибо большое, Максим, за интересную беседу, и всего хорошего нашим зрителям и слушателям. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok